Всем привет, ребят! У меня сегодня такой спонтанный достаточно влог. Я сейчас нахожусь в республике Татарстан. Конечно, с виду может показаться, что я где-то в лесу, но на самом деле это в принципе и так и есть. Потому что первая остановка у нас в Голубое озеро. Это такая тут местная достопримечательность. Сегодня я решил просто взять с собой камеру, седьмую GoPro, чтобы ее немножко затестить. Потому что некоторые из вас мне уже писали, мол, пробовал ли ты вообще что-нибудь снимать на нее. Я на самом деле пробовал что-то на нее снимать в Ульяновске, но решил немножко сделать это видео поинтереснее. И вот поэтому взял с собой ее в Казань. Возможно, многие из вас здесь не были, и вам будет интересно посмотреть. Я доску с собой взял, но не знаю, как бы я сюда особо не кататься приехал, а просто походить по магазинам, отдохнуть. Доску взял для того, чтобы, может быть, здесь получится немножко покрузить где-нибудь. Ну, не знаю, посмотрим. Я сейчас нахожусь, как я уже и сказал, на Голубом озере. Но это не озеро. Я не знаю, надеюсь, что меня нормально слышно. Это не озеро, это река Казанка. Я так понимаю, что какая-то часть впадает в эту реку. Короче, буду вам показывать татарские достопримечательности. И тем временем потестим с вами камеру. Я сейчас снимаю в максимальном режиме. Это 4К 60 фпс. Посмотрим, выдержит ли мой компьютер обработки такого видео. А то, может быть, мне придется, конечно, переконвертировать. Также можете оценить, насколько хорошо здесь работает стабилизация. Насколько хорошо меня слышно, как здесь работает микрофон. Поэтому такой, убьем двух зайцев одновременно. И протестим камеру. Посмотрим город и все близлежащие, красивые объекты. Сейчас спустимся вниз. Посмотрим, что тут у нас. Мне, кстати, интересно, насколько хорошо будет слышно меня на фоне водопада. Не знаю, надеюсь, что я, возможно, многого ожидаю от микрофона гоупрошного. Но, блин, не наповернуться бы. Но, надеюсь, что меня слышно. Маленький таймлэйпсик сделали. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Что-то как тут не очень-то чисто. Хотя, вот там, вот возле моста, была прям такая прозрачная вода. Странно, здесь какая-то тина в основном. А, ну, гоним дальше. Так, заодно, вот здесь вот затестили функцию фото в гоупро. Хотя, для меня эта функция достаточно бесполезная. Я вообще потерял всех своих. Для меня эта функция достаточно бесполезная, потому что фотки я на нее, в принципе, пилить не собираюсь. Но мне всегда было интересно, какого качества фотографии здесь получаются. Потому что фоткать, конечно, удобнее на телефон, потому что там, как минимум, экран побольше. Здесь все отсвечивает и ничего не видно. Пока здесь шлялись, нашли офигенное какое-то бревно. Сейчас попробуем протестить еще режим фото. Сейчас надо тут поаккуратненько. Я не знаю, насколько она, конечно, живучая. Надо... Фотка бомбовая сейчас будет. Фотка бомбовая сейчас будет. Причем, кстати, насколько я знаю, здесь вода постоянно очень холодная. И, по-моему, зимой она не замерзает. Ну, на самом деле, мы что-то как-то немного разочарованы Голубым озером. Потому что мы были здесь когда-то осенью. Оно было действительно, во-первых, голубым. И вот этой вот тины там было намного меньше. Оно оказалось таким достаточно чистым. Причем, удивительно, что вода в нем прозрачная. Но при этом везде плавает какая-то фигня. Ну ничего, парочку фоток сделали. Таймлэпсики сделали. Немножко погуляли свежевоздухом. Подышали. А сейчас гоним в город. Добрались до торгового центра Кольцо. Здесь находится, кстати, у них какая-то супер-люксовая фамилия. Сейчас, не знаю, найдем. Сейчас зайдем туда. Короче, походили мы немножко в фамилии. И она тоже немного, как-то меня, разочаровал. Потому что мне кажется, что у нас в Ульяновске фамилия, которая находится чуть дальше от моего дома. Есть та, которая поближе, есть та, которая подальше. Мне кажется, что там даже побольше выбора. И здесь, мне кажется, что цены немного выше, чем у нас. В принципе, это понятно, так как город побогаче, получше. Поэтому к этому претензий нет. Но на самом деле выбора здесь тоже как-то намного меньше. Поэтому, короче, не впечатлило. Поэтому сейчас мы, наверное, поедем туда поближе к Кремлю, к набережной. И я не знаю, может, там получится покрузить, если там не так много народа. Там на улице вообще просто адское жарище. Но что-нибудь попробуем поснимать. Ноехали до центра. Я взял с собой доску, чтобы покрузить. Но на самом деле тут асфальт тоже не ахти. Такое напоминает Ульяновский. Но, правда, в лучших местах Ульяновска. Сейчас к стеночке подойду, сделаю фоточку в Инстаграм. И потом, наверное, пройдемся до НКЦ. НКЦ это у них такой, по крайней мере, раньше был спот, где катали все скейтеры. Я не знаю, как это сейчас, потому что я здесь уже давным-давно не был именно со скейтбордом и не катался. Поэтому посмотрим, как там сейчас все выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле мы достаточно часто ездим в Казань. Просто типа в Икею, там, я не знаю, какие-то торговые центры. Я никогда не видел здесь людей, чтобы они ходили с досками. Парочку раз видел несколько BMX-еров. Ну и как бы на этом все. Я вообще понятия не имею, катается ли сейчас здесь народ или нет. Потому что, ну вот у меня в близлежащих городах есть Казань и Самара. Конечно, в Самаре много ребят катаются. И я помню, что давным-давно, когда у них еще не было вот этого бетонного парка, обзор на который я уже снимал, и ссылка будет здесь. В общем, в Самаре народ катается намного больше. И даже просто, когда ты приезжаешь туда по делам или еще что-то, постоянно видишь людей с досками. Вот. В Казани такого нет. Независимо того, что город очень красивый, мне кажется, что если здесь узнать места, где можно покататься, то, наверное, можно раскатать здесь вообще нехило. Мы сейчас припарковались где-то, я не знаю где, недалеко от НКЦ. Это единственный спот, который я помню, на котором раньше катались скейтбордисты. Вот сейчас туда дойдем, посмотрим, как он выглядит в данный момент. Ребят, если кто-то меня смотрит из Казани, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вообще катается у вас народ, и где весь этот народ катается. Не везде, к сожалению, здесь плавная свадьба. Но где-то бывает. И причем, кстати, иногда здесь встречается такая плитка какая-то странная, которая с виду вообще, по-моему, не катабельная, но на ней можно кататься. Вот сейчас проверим вот эту пылиточку. Я даже кататься не начал. Я просто еду вот по городу, я уже весь мокрый. Я не знаю, на улице, я не знаю, сколько градусов, мне кажется. Градусов 32, у меня уже усы все вспотели. Вот, вот это асфальт нормально. Мы сейчас подошли к памятнику Ленина, и я вижу, что грани здесь натертые, но... Как-то здесь такой подъезд. Ну вот, смотрите сами. У нас в городе точно такая же дурацкая плитка, и на ней как бы особо к граням не подъедешь. Но вот кто-то их натирал, видимо, кто-то здесь есть. Может быть, беймеры? Потому что беймерам, наверное, наплевать, где кататься. Ладно, погнали дальше. А может быть, раньше здесь была другая какая-то плитка, потому что этот памятник, по-моему, здесь стоит уже всю жизнь, и наверняка, ну, тут могли поменять просто весь этот ландшафт. И стало невозможно уже здесь запрыгивать на грань. Удивительно, что здесь вообще нет людей. Мы сейчас шли по городу. Здесь была Сникерс Урбани. И, по-моему, издалека это что-то сильно напоминает скейт-парк. Я из-за пота даже не вижу ничего. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ